Неуверенный в себе ребенок. Как помочь? Мой ребенок неуверен в себе. Очень часто родители приходят на прием именно с таким запросом. Что скрывает в себе детская неуверенность? Очень часто, обследуя ребенка, мы понимаем, что детская неуверенность – это следствие. Так вот, следствие чего? Первое – это слишком директивный подход, слишком назидательный подход у родителей. Когда ребенок, например, что-то происходит, ребенок прибегает с улицы, мама, вот представляешь, что делает мама? Она говорит, ну ты же надо было вот так, а почему ты вот так? А вот нужно было вот тут сказать, а почему ты вот так не сделал? Это первое. То есть ребенку не дают возможность, а – выговориться, б – подумать о том, как бы он поступил самостоятельно, и в – проанализировать собственную эмоцию, что в этот момент он испытывает. Ребенку сразу даются готовые решения. Ему сразу закидываются варианты. Чем это опасно? Первое – это опасно тем, что в дальнейшем ребенок не будет проявлять инициативу. Он не будет искать в себе ресурс для того, чтобы принять решение. Ему проще подсмотреть, списать, где-то пойти в техникум, поступить с кем-то, да, то есть вот пошел друг, пошел я. А где-то потом может, ну скажем так, встретиться партнер, который будет также за него, то есть более харизматично. И родители потом говорят, да что такое-то, почему он ведомый-то, почему он сам не принимает решения, почему его позвали пакостить, и он пошел. Именно поэтому. Второй момент – почему ребенок не уверен в себе. Ребенок сидит, у него что-то, он играет, ему дают игрушку, игру. Он говорит, я не буду, у меня не получится. Родители говорят, ну как это не получится, да ты постарайся, да у тебя все получится, да как это так, да вот посмотри, да вот в прошлый раз. И ребенок думает, ага, то есть у меня априори не должно не получиться. Но в какой-то деятельности, в самостоятельном, без взрослого, где-то, ребенок понимает, что у него реально не получается. У него не получилось движение на танцах, у него не получилось там какое-то действие в спорте, у него не получилось еще что-то. А родитель-то всегда ждет, что у него все получится, что у него-то все будет хорошо. И вот это опасно двумя моментами, не только неуверенностью, но и тем, что ребенок будет бояться не оправдать ролевые ожидания родителей. Очень часто дети, ну, они начинают придумывать свои способы выхода из этой ситуации. Были случаи, когда ребенок не возвращался домой. Семья благополучная, все хорошо. Когда ребенка нашли, его спросили, ты почему домой не пришел? Он сказал, я очень сильно боялся расстроить папу. А боялся почему? Всегда, когда его травили школьники, да, вот одноклассники, ему папа говорил, дай отпор, почему ты там вот это сделай, вот это. И в очередной раз, он дипломат, он не может вот так, как папа, да. И в очередной раз, когда произошел момент какой-то травли, да, вот этих вот подкусываний, он понял, что он в очередной раз не справился. Он опять не смог ответить. Он опять не смог оттолкнуть. Он опять стушевался. Для него было самое страшное вернуться и прийти посмотреть в глаза папе. Вот это было страшно. Хотя родители никак не могли понять, ну почему? Ну у нас же все хорошо, есть благополучная семья, вот поэтому. Не оправдать ролевые ожидания родителей очень страшно. И это путь вот как раз и к тревожности, в том числе и к тревоге, и к неуверенности. Еще один момент, почему ребенок не уверен в себе. Потому что кто-то из родителей очень сильно тревожен. Как правило, это тот родитель, который больше привязан к ребенку, который больше проводит с ним времени. Ребенок, родитель демонстрирует тревожный тип, также неуверенного поведения. То же самое, только вот в переносе на себя. Когда ребенок видит, что мама, мама отчитывает бабушка в присутствии ребенка, папа позволяет себе гадкие вещи, и мама не может ответить. Мама продолжает жить в этой ситуации. То есть когда существует моральное насилие, когда существуют манипуляции в отношении мамы, с которой у ребенка очень сильная такая вот духовная связь. Что ребенок показывает, что ребенок демонстрирует, вернее. Он демонстрирует то же самое. То есть мамин стиль поведения переносится на ребенка. Поэтому когда взрослый замечает, что, ну, скажем так, с ним в его взрослой жизни что-то не так, и он не уверен, и он тревожен, он не может принять решение, он не может поменять работу, он не может сказать «нет» тому, кому нужно. Вот это бывает вот так. Еще один момент, почему ребенок не уверен, почему он становится ведомым. Когда ребенок растет, он что делает? «Мама, можно мне твой телефон?» «Нет». «Ну, мамочка, ну, пожалуйста». «На». «Мама, можно я с тобой посплю? Мне страшно». «Нет, я хочу выспаться». «Ну, мамочка, ну, пожалуйста». Ну, ладно. Что происходит потом? Когда ребенок сталкивается с ситуацией, его зовут сверстники, говорят «Пошли, пошли там, папа с ним что-нибудь, пойдем там что-нибудь сделаем», ребенок не хочет. Он понимает, что это плохо, у него сформированы какие-то навыки, там, хорошо и плохо, да? Но у него в мозгу возникает что? «Когда я так делал по отношению к маме, мама что сделала? Сдалась? Сдавайся». Вот так начинаются проблемы, когда ребенок не может уверенно сказать «нет». Вот эта ситуация очень опасна. Личные границы. Вот то, что я родителям говорю, прорабатывайте в себе. Не бойтесь ребенку отказать, не бойтесь сказать ему «нет». Выясните объективную причину страхов, поработайте с этим контекстом. Если речь идет о страхе спать одному, обозначьте личные границы. Почему вы не хотите, чтобы он ел ваше мороженое, потому что вы его хотите съесть. Обозначьте четко свои границы. Вы дадите ребенку сценарий того, что когда тебя будут звать делать то, что ты не хочешь, ты можешь спокойно сказать «нет» и чувствовать себя при этом уверенно. Но если у ребенка такого сценария нет, он никогда его не почувствует сию минуту. Еще один момент, когда ребенок чувствует себя неуверенным, когда он начинает тушеваться. Ребенку все позволяется. Ребенок завален игрушками, ребенку прогибаются в игре, не устанавливают правила. Ребенок рулит. Конечно, либо такой ребенок будет агрессором, либо тревожным. Потому что семья – это микромир. И если он в социуме не увидит такого же сценария, когда тут же все догадываются. Ребенок затоптался, заерзал. Мама говорит «ой, беги скорее на горшочек». Ребенок там «ы-ы-ы-ы», мама говорит «не переживай». Конечно, окружающие не считывают так эмоции. Окружающие не идентифицируют их так, как близкие. Значит, окружающие – это зло. Вот отсюда берутся моменты, когда ребенок не может поднять руку. Сидит, ерзает в классе, а учительница, она же не может догадаться, что ему нужно выйти. И вот так происходят конфузные ситуации, стрессовые для ребенка. Потому что ребенка приучили к тому, что нужно догадываться. Родители же догадываются, взрослые же догадываются. И это очень опасно. Когда очень резкое порицание, когда не дается право выбора, когда ребенком манипулируют, его дергают, когда его унижают. Здесь тоже могут быть нарушения самооценки. Когда обесценивают. Обесценивают даже страхи. Когда ребенок боится, ему говорят «что ты выдумываешь? Там ничего нет, ну все, успокойся, это очень плохо». И вот тут некоторые говорят «ну мы же не обесцениваем его достижения». Какая разница, что вы обесцениваете? Вы обесцениваете его страхи. Однажды его мозг сработает и на его же достижения. И он перестанет что-то делать просто потому, что не увидит ценности ни для себя, ни для взрослого. Поэтому вот эти важные моменты, на которые нужно обращать внимание самому. Очень редко ребенок бывает от природы тревожный. Это если он болен, если у него какие-то расстройства, в том числе аутизм. То есть там тоже бывают такие моменты. Но если мы говорим о чистой органике, о, скажем так, здоровом ребенке, мы тогда уже говорим о том, что это воспитательные воздействия. И нужно уже решать первопричину, проблему находить и ее решать. И, как правило, она решаема. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!